Говоря о цветовом разрешении, уместно вспомнить такие понятия, как динамический диапазон и оптическая плотность. Представим себе типовую задачу. Нужно отсканировать фотографию и записать ее в файл. Помимо пространственного разрешения, о котором мы поговорим следом, мы выберем цветовое разрешение, то есть сколько оттенков мы хотим видеть в итоговом файле, или сколько бит на пиксель будет израсходовано. Но тут встает вопрос, а сколько целесообразно, сколько информации об оттенках содержится в самом сканируемом оригинале, и сколько способен передать сканер. Здесь все не так просто. Характеристикой сканера, описывающей его возможности по получению оттенков от черного до белого, является динамический диапазон. Это величина, представляющая собой логарифм отношения максимального и минимального возможных значений величины входного параметра устройства. В данном случае это яркость по каждому цветовому каналу. Минимальное значение обычно определяется уровнем собственных шумов или внешних помех, а максимальной перегрузочной способностью, или в нашем случае яркостью лампы, которая не просто так, а именно такая, какая она есть. Для сканера оптический диапазон характеризует интервал воспринимаемых им оптических плотностей. Оптическая плотность — это характеристика оригинала, носителя изображения. Это мера ослабления света прозрачными объектами или отражения света непрозрачными объектами. Вычисляется как десятичный логарифм отношения потока излучения, попадающего на объект, потока излучения, прошедшего через него или отразившегося от него. То есть это логарифм от величины, обратной к коэффициенту пропускания или отражения. К примеру, d равное 4 означает, что свет был ослаблен в 10 тысяч раз, то есть для человека это практически черный объект. А d равное 0 значит, что свет прошел или отразился полностью. Сравнивая типы носителей, отметим, что фотопленка имеет больше интервал оптической плотности, чем бумага. Поэтому при наличии качественного слайд-сканера разумнее сканировать именно пленку, поскольку бумажный отпечаток менее информативен. И напомним, что для полноты передачи всей поступающей со сканера или фотокамеры информации используется обработка изображений с увеличенной глубиной цвета. Поэтому фотоснимки RAW или сканеры обычно имеют 16-битный цвет. Разницу легко понять на примере сканирования или обработки неконтрастного фотоснимка. На гистограмме мы видим распределение уровней яркости от черного до белого. Видно, что используется от силы половины шкалы. Если цвет кодируется в 8 бит на канал, то половина шкалы — это 128 уровней. Теперь мы сделаем картинку контрастной, то есть растянем уровни от края до края. У нас будут черный и белый. График на гистограмме должен растянуться, но количество информации у нас не менялось. А что такое график, который мы видим? Это визуальное представление, содержащееся в изображении информации. Площадь под этим графиком не должна меняться, ведь ничего нового на нашем снимке не появилось. Поэтому, растянув уровни, мы просто разместили их реже. Теперь между ними видны пробелы. Фактически это напоминает строительство забора. Вам сказали построить забор между двумя домами и дали 128 бревен. Вы построили частокол, бревен хватило только на половину требуемой длины. Вам сказали сделать забор на всю длину, вы расставили бревна пореже, теперь появились щели. Зато забор теперь от края до края. Но почему у нас изначально было только 256 уровней? Тем более, что использовали мы только половину из них. Понятно, что взятая из внешнего источника фотография обычно не может быть пересканирована. Но если у нас в руках оригинал, то почему мы не используем его полностью? Кладем его в сканер и получаем изображение с 16-битным цветом. Теперь у нас шкала яркости 65 536 оттенков. А полезная информация, как и раньше, около половины. Но теперь половины это больше 32 тысяч оттенков. Из них-то мы выберем себе 256 самых нужных. И вот за этим и используют большую глубину цвета. А готовые изображения, конечно, хранят в экономичном 8-битном виде. Все равно не каждый монитор покажет даже те 17 миллионов оттенков, которые помещаются в 8-битный RGB. Не говоря уже о принтерах, которые цвет передают еще хуже.